Так, чат, тогда что? Одна улика и 85 подозреваемых. Дело супругов Миллер. Хотите посмотреть что-нибудь такое после... Бля, 31 минута, ебать. Ну ладно, го, посмотрим. Давайте начнём, если говно, мы скипнем. Давайте так. В крошечном городишке штата Мэн с численностью населения всего 85 человек местные жители не могли найти себе места. А ты сколько? 85? 85 человек населения? Внезапно нахлынувший человек. Штата Мэн. С численностью населения всего 85 человек. Местные жители не могли найти себе места от внезапно нахлынувшего беспокойства. Причиной этого стала новость о страшной трагедии, которая произошла с супружеской парой. Кому-то они приходились с соседями, близкими, друзьями, а кому-то и родственниками. Когда полиция прибыла на место происшествия, она обнаружила мужчину и женщину, которые лежали на полу в собственной кухне. Их дом находился на самой окраине города. К нему вела всего одна дорога. Но это не помешало кому-то добраться сюда и сделать свое грязное дело. Прикольно, кстати говоря, идет подача, да? Данный ролик создан на основе того или иного документального фильма, статьи или книги. Все фотоматериалы найдены... А, ну это просто... СССР! А, СССР! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почти всю территорию занимает девственная земля и тёмный безлюдный лес Домом эту местность могут назвать от силы Просто нахуя там жить, правда? И один человек-убийца, прям амонг-аз, блять, реально Большинство из них пенсионеры, остальные – люди, получающие пособия по безработице Ближайшая работа находится либо в 80 километрах на заводах, либо в 120 в городе Бангор Ближайшими населёнными пунктами от плантации являются городок Ли, который расположен в 20 километрах и не имеет особой инфраструктуры И город Линкольн, в котором хоть и есть своя пиццерия и парикмахерская, но, разумеется, рабочие места там никогда не пустую В Эпстере обычно тихо и спокойно, в нём не происходит ничего хорошего, но и плохое редко посещает это забытое богом и людьми место Единственное, чем славится плантация В Эпстера – это отличные места, где можно удачно порыбачить Но кроме этого, в городе больше нет ничего интересного На досуге можно разве что наблюдать за ростом травы или за сохнущей на домах краской И это самое увлекательное времяпрепровождение, которое там можно найти Блять, там нет интернета, нахучат, прикиньте По этой причине, новость о нападении на старожилов Майка и Валери Миллер нашла большой отклик Прикиньте, как им было интересно, когда убийство произошло, они, наверное, такие Блять, наконец-то хоть что-то произошло Каждого местного жителя Супругов знали абсолютно все обитатели городка По словам очевидцев, на месте преступления собрались чуть ли не все блюстители закона Первой версией произошедшего было отравление угарным газом Но когда в соседней комнате офицеры обнаружили лающего пса, эта мысль отпала Весь о страшной беде скользила по городу, словно змея в поисках уязвимой добычи И было лишь вопросом времени, когда она достигнет ушей ближайших родственников пострадавших И они там ходили, смотрели друг на друга Ты убийца, я видел тебя мимо дома Нет, ты убийца, ты завидовала их собаке Нет, ты убийца, у них был дом свежепокрашенный Нет, ты убийца, у них была новая люлька во дворе Ты завидовала им, блять Первыми из семьи плохую новость узнал старший сын Мили И уже через час Майк-младший вместе с женой прибыл к дому родителей На пороге которого их встретил местный шериф Пока близкие пытались осознать потерю дорогих им людей Группа следователей проводила тщательный осмотр и детальное изучение всех улик Но снаружи дома истинная причина случившегося все еще оставалась за завесой тайны Изначально Майк-младший думал, что у родителей случился инсульт Или что-то другое, связанное со здоровьем Но когда подъехал криминальный фургон Все узнали, что в доме Миллеров произошло настоящее преступление Для этой местности история жизни большого Майка и Валери Миллера не была необычной Будущие супруги встретились в старшей школе И не дожидаясь выпускного, связали себя узами брака В 1979 году Большой Майк впервые познакомил свою молодую невесту с плантацией Вебстера Земля досталась ему от отца Это был один из немногих вариантов, доступных им после свадьбы Накопив денег на покупку трейлера, молодожены привезли его в Вебстер И начали обустраивать там свой быт Это место единственное, которое Большой Майк признавал своим домом Поэтому мысль о переезде даже не приходила ему в голову Этот район отнюдь не туристическая часть штата Мэн Там люди зарабатывают на жизнь тяжелым... Может быть просто девушка низкая? Ну при этом его прозвали Большой Майк или как там, да Потому что он был совсем небольшой, он был самым обычным чуваком Просто девушка низкая, но прозвали его Большим Ну просто по угару Физическим трудом Для Большого Майка эта работа означала серию случайных сельскохозяйственных и строительных заданий Именно поэтому трудоустройство в лесной промышленности было для него неизбежным этапом Глава семьи работал на лесопилке в Честере, где он изготавливал столбы для заборов Несмотря на сезонный характер работы, Большому Майку удалось скопить некоторые сбережения Которые позволили Валере остаться в импровизированном декретном отпуске После рождения их двоих сыновей Майка-младшего и Мэтью Валере по сравнению со своим крупным супругом Была достаточно миниатюрной женщиной Но это совсем не мешало ей иметь огромное сердце и достаточно волевой характер По своей натуре Валере была очень заботливой Со временем люди перестали обращаться к ней по имени Все называли ее мамой Вне зависимости от ситуации, сердобольная женщина помогала абсолютно всем И в любое время дня и ночи Когда бы ее не попросили о помощи, она никогда не отказывала В окрестностях плантации все живут на фиксированный доход Поэтому Валере часто покупала продукты и разносила их по соседям Ей было не в моготу, когда кто-нибудь голодал Особенно, если это были дети Хоть внешность большого Майка и была полной противоположностью жены Его сердце также было щедро Оба супруга превыше всего ценили возможность помогать обществу Эта черта характера и сделала пару столь популярной в их городке Но не вся их помощь являлась Как думаешь, Майк был сильно выше тебя? Ну, блять, по виду он где-то около метра восьмидесяти... Восьми может быть Проявление альтруизма и благотворительности С целью заработка дополнительных денег Большой Майк открыл у себя в трейлере неофициальный ломбард Он выдавал своим клиентам небольшие суды в качестве залога, принимая их вещи Когда кто-то сталкивался с трудностями и испытывал сильный недостаток в деньгах, он шел к Майку Разумеется, это была незаконная деятельность Но, несмотря на это, к Большому Майку обращалось достаточное количество людей Метр восемьдесят девять скорее, блять, я обожаю такие поправочки Ты не можешь, блять, знать плюс-минус там сантиметр или нет Если ты соглашаешься с тем, что там восемьдесят девять Когда я говорю метр восемьдесят восемь, ты не можешь точно понять метр восемьдесят девять или нет Поэтому ты сейчас вбросил это просто чтобы, типа, скорее метр восемьдесят девять Типа, ты не можешь, блять, это увидеть, держу тебя в курсе В разницу в сантиметр Оставляя в залог любую возможную ценность Генераторы, электроинструменты и тому подобное Скорее метр восемьдесят В силу незаконности бизнеса, людям приходилось платить больше, чем следует, чтобы выкупить заложенную вещь Но если бы Майк не занимался этим делом, то им бы некому было обратиться даже на таких условиях Так стало известно, что в доме Миллеров побывало множество различных людей А это означало, что разобраться в том, кто был последним посетителем 28 ноября 2009 года Было отнюдь непростым заданием Если по какой-то причине вы окажетесь рядом с плантацией Вебстер, проезжайте мимо Блядь, это вообще выглядит стрёмно, у них даже лес, дорога, который идёт в середине какая-то, сука, прям пипец Если представишь, там будет ночь Это слова местных жителей, у которых все посторонние люди вызывают некоторое беспокойство На самом... Вот есть дороги между лесом охуенные, а вот там прям, блядь, какие-то не охуенные На самом деле все они добрые и отзывчивые, способные протянуть руку помощи любому нуждающемуся Однако в этом месте живут по принципу «сначала заботимся о своих» Именно поэтому новость о нападении на Большого Майка и Валери Миллер была у каждого на языке А спустя какое-то время, всё больше распространяющиеся слухи и вовсе начали приобретать мрачный оттенок Преступление описывали как исключительно жестокое И всё это можно понять, потому как последнее преступление, которое произошло на этой земле, случилось несколько десятилетий назад К слову, оно так и не было раскрыто Поэтому в этот раз власти не хотели упустить горячий след Они хранили в секрете все детали дела Так что жители плантации Вебстера знали наверняка только одно Их хороших друзей больше нет Когда полиция пыталась выяснить, кто в тот злосчастный день посещал обитель Миллеров Стало известно, что в то субботнее утро у них было немало гостей Среди множества посетителей в доме супругов побывали и племянник с дочерью, и лучше других старшего сына Но эти сведения так ни к чему и не привели Оставалось одно — искать дальше Пока одни следователи общались со старшим сыном Миллеров на улице, другие пытались собрать все детали воедино на месте происшествия По следам на лбу можно было предположить, что оба выстрела произвели из одного и того же оружия — 22-го калибра Предположительно, первым на пол свалился Майк Миллер-старший, а спустя несколько секунд на него упала и его жена Еще примечательным было то, что полиция так и не смогла отыскать кошелек большого Майка Ни для кого не было секретом, что благодаря своему бизнесу, подпольному ломбарду, мужчина всегда имел при себе наличные деньги Причем речь шла о тысячах долларов Это могло привлечь особое внимание желающего обогатиться легким способом С того момента главным предполагаемым мотивом стало ограбление Тем временем местных жителей волновало одно Был ли злоумышленник чужаком, или же им окажется кто-то из своих Нападение на их соседей заставило нарушить стойкое молчание, которым так славятся люди в тех краях И на этот раз... Не убийство, а просто преступление А, преступление было разве? Окей Каждый из них пожелал дать свое показание В ходе... Мы, кстати, почти уже половину ролика посмотрели, на удивление очень бодро идет Хотя мы даже скорость не ставили больше Вопросов полиция сошлась на том, что ломбард Миллер был не просто местом помощи любимым соседям Выяснилось, что большой Майк также выступал в роли продавца сигарет без акцизных марок Однако незаконная продажа табака была не самым плохим в деятельности мужчины Майк также был вовлечен в продажу лекарств, отпускаемых только по рецепту Этот факт подтолкнул полицию к мысли Нормально, кстати, он денег-то рубил, я думаю, для вот этой... Как его... Жопы мира Сигареты без акцизных марок Лекарства Без рецепта, блядь Плюс еще что-то подрабатывал Мне кажется... Мне кажется, он там, ну, нормально поднимал Не привела ли торговля запрещенными препаратами в изолированный мир плантаций Вебстера ни тех людей Данным бизнесом большой Майк занимался достаточно долго, соответственно, круговорот людей был большим Некоторые из них интересовались и вовлекались во все эти схемы, но потом пропадали Однако им на замену появлялись другие, так сказать, чужаки Ко всей этой информации неизменно добавлялось еще одно имя, которое называли все сотрудничавшие со следствием местными Им был урожайниц плантации Вебстера и, по совместительству, младший сын Майка и Валери Мэтт Миллер По словам местных жителей, парень вовсе не был таким уж белым и пушистым Как это могло показаться незнакомому человеку с первого взгляда Плантация Вебстера была знаменитым местом взаимопомощи и поддержки Но смена времени и нравов добралась даже до такой глуши Достаточно было только появиться запрещенным веществам, как они вызвали зависимость почти у всего района К сожалению, это не обошлось стороной и семейства Миллера Современному человеку Сука, деревни везде одинаковые Деревни везде, блядь, одинаковые Все бухают, ебут своих сестер и колятся наркотиками Ну там, короче, что попадет под руку, блядь, то и ебашит, блядь Жопа мира везде, везде одна и та же хуйня у людей Только появились наркотики, блядь, пол села уже села на них Неудивительно, что в сельской местности, вернее, даже особенно в сельской местности Могут происходить преступления с участием зависимых А Мэтт Миллер, как стало известно, был именно таким человеком Поэтому обитатели окрестностей стали задаваться вопросом о его возможной участи в произошедшем Мэтт принадлежал к типу людей, которых постоянно преследуют различные неприятности В частности, этому способствовало и пристрастие к веществам О зависимости молодого парня в городе знали абсолютно все Вот к чему приводит отсутствие интернета Блядь, вы, конечно, угораете, вбрасываете Но если бы у них там был охуенный нормальный интернет Вот, серьезно Людям нужно чем-то заниматься Вот есть люди, которые от безделья все равно не будут сидеть на наркотиках Или долбить алкоголь То есть делать нечего, но люди все равно пытаются что-то найти, чтобы себя занять Что-то придумывают, какую-то хуйню Но не садятся на наркотики или какое-нибудь другое дерьмо Но это, к сожалению, не большинство людей Большинство людей очень простые и... Как хомяки, блядь, понимаете? Как животные Если человек долго сидит без дела Он очень падок на вот такую хуйню Типа алкашки, наркотиков, какой-нибудь пиздотни Лишь бы, блядь, отвлечься от своего ебанутого безделия И отсутствия чего-либо в жизни Вот Поэтому, если бы у них был интернет Это действительно могло бы спасти многих Потому что там многие могли бы найти для себя что-то новое Что избавит их от, знаете, от чего-то такого монотонного, неинтересного в жизни И даст им что-то новое Конечно, это нихуя не гарантирует Но все же, я уверен, что определенный процент людей бы не сел на это Да, совсем не значило, что Мэтт мог оказаться палачом собственных родителей Это обстоятельство и требовалось выяснить полицейскому Да, прямо из тремы Плантация Вебстера Место, в котором местные жители никогда не закрывают двери своих домов И оставляют ключи в замке зажигания своего пикапа С раннего детства все обитатели воспитываются по принципу Помоги ближнему, и он поможет тебе Но двойное преступление в обители Миллеров в один миг изменило ход вещей Во всем штате Мэн в среднем происходит от 20 до 25 преступлений за год Но событие, произошедшее в столь маленьком местности, как Вебстера Заставило всех особенно поволноваться Ведь пусть и ничтожно малый, но все-таки имелся шанс Что вас скорее ударит молния Или собьет автомобиль с собакой за рулем Всего спустя два дня после нападения на Миллеров В центр всеобщего внимания попадает их 26-летний сын Мэтт И люди, хорошо его знающие, совсем не удивлены этому обстоятельству Тот факт, что старший сын узнав о случае с родителями, буквально давился слезами А в это время его младший брат Мэтт не проронил ни слезинки Смутил абсолютно каждого При расследовании таких преступлений в первую очередь полиция обращает особое внимание на реакцию их детей Нельзя автоматически повесить всех собак на Мэтт только потому, что он имел проблемы с веществами Однако были и другие факты, которые в итоге заставили подозревать в содеянном именно его В полицию поступила информация, что за ночь до происшествия Мэттью Миллер искал в интернете незарегистрированный пистолет Или пистолет со стертым серийным номером Внимание! 22-го калибра Но Мэтт утверждал, что в тот день он был со своей любимой Однако во время допроса его второй половинки девушка рассказала историю, которая имела явные несостыковки с рассказом Мэтта Была еще одна причина, по которой все указывали пальцем в сторону младшего сына По сведениям одного из соседей, он видел белый автомобиль Мэтта, который 28 ноября разъезжал поблизости дома Миллеров Но прежде чем арестовать... Бля, слушайте, если реально сын порешал, будет что-то изящная какая-то каточка Блять, парни, друг семьи Нейт Найтингейл рассказал историю, которая перенаправила внимание всего города Блять, надеюсь, что их порешал кто-то из их окружения И они сговорились маленьким городком каким-нибудь повесть это все на их сына Хотя, типа, бля, ну вы поняли Совершенно в другую сторону Нейт подтвердил, что утром в день нападения он был в гостях у Миллеров Что совсем не было странным, потому как для большого Майка парень был куда больше, чем просто хороший знакомый Спасибо большое, Леонардо, за 9 месяцев Сосап пипичил Сосап пипичил Комый С уверенностью можно сказать, что Нейт исполнял роль приемного сына По его словам, в тот день он заглянул к Миллерам, чтобы выкупить у Майка заложенный им айпод Но самым главным в его рассказе была информация, что в тот раз дом Миллеров посещал еще кое-кто Нейт в деталях описал женщину в очках, которой, предположительно, было около 45 лет У неизвестной были длинные, сильно растрепанные волосы с седыми прядями На основе этого описания художник-криминалист создал рисунок с изображением предположительной внешности незнакомки Опрос местных жителей не дал результат, никто из них понятия не имел, кто это мог быть Тогда власти опубликовали эскиз во всех средствах массовой информации и распространили его по всем окрестностям Полиция сконцентрировала все свои силы на поиске неизвестной Правда, все зацепки не имели никакой ценности для раскрытия дела Тогда многие представители общественности уверяли полицию, что знают эту женщину Казалось, что буквально каждый из людей когда-то видел ее О появлении подозреваемой заявляли едва ли не по всему штату И все присваивали ей разные места проживания Но, к сожалению, ни в одном из указанных пристанищ женщина так и не была обнаружена Не сдвинувшись с места в раскрытии дела, полиция решает окончательно разобраться в том, где же был Мэтт Миллер 28-го века Парень предоставил несколько противоречивых историй И это сильно подогрело подозрения полиции в отношении него Тем временем близкие Мэттью были убеждены, что несмотря на серьезные проблемы с препаратами Он никоим образом не мог быть причастен к нападению Для Майка-младшего все наводящие вопросы, касающиеся виновности его брата, были абсолютно абсурдными Привет, Майбуки! Десятки детективов сосредоточились на поиске ответа Но каждая новая зацепка вела в никуда И в уголке рассудка время от времени закрадывалась мысль о том, что это дело в конечном итоге превратится в глухарь Ноябрь в темной глуши штата Мэн стал месяцем ожиданий Удручающие короткие дни и спады температуры вещали о грядущей зиме Всем обитателям плантации Вебстера хорошо известно, что в зимнюю пору их изолированность от остального мира удваивается Но осенью 2009 года жителей Вебстера тревожило совсем другое Все они с нетерпением ждали ответов С момента ужасного происшествия прошло больше недели, и это всех сильно пугало Люди опасались сосуществования плечом к плечу сумасшедшим человеком, и это не давало им покоя И хотя главным подозреваемым оставалась никому неизвестная загадочная особа женского пола Полиция не была готова так легко оставить в покое младшего сына Миллера в Мэтт Правоохранительные органы не могли понять некоторые действия парня, которые он совершил после 28 ноября Поэтому 5 декабря 2009 года, немногим позже недели после того, как Майк Старший и Валери Миллер были найдены на полу в кухне собственного дома Их 26-летний сын Мэтт Миллер был взят под стражу Парень продолжал настаивать на том, что он не причастен Однако в это время полиция сообщила его старшему брату Майку противоположную информацию Они объявили, что Мэтт во всем признался Если таким образом органы правопорядка пытались настроить братья вдруг против друга, то они совершили большую ошибку Как говорится, не на тех напали После данного инцидента, очевидно недовольный работой полиции, Майк Миллер-младший пришел в бешенство Я сказал, если ты продолжишь утверждать, что мой брат сидит в соседней комнате и признается в нападении на наших родителей То я выбью тебе зубы Точка Самая главная проблема была в том, что Мэтт Миллер не мог адекватно объяснить свое точное местонахождение 28 ноября Но под страхом ареста парень все же признался Мэттью не был дома в то утро, потому как он скитался по городу в поисках веществ Именно это и привело его в район дома своих родителей Мэтт всего-навсего не хотел раскрывать свою причастность к запрещенным препаратам И до последнего надеялся скрыть этот факт от полиции Когда показания Мэтта изменились, его рассказ наконец начал совпадать со словами других свидетелей А также его история подтверждала не только это Главным алиби Мэтта Миллер Бля, хорошо, что дети, короче, не завязаны в этом Что он просто, короче говоря, ездил на наркоту искал Интересно, кто убил Стали любимые всеми нами записи с камер видеонаблюдения На секунду отвлекусь Видео из рубрики «Ты в кадре?» А как многие любят их называть «Молчаливые свидетели» Обязательно будут И не одно Это я вам обещаю Продолжаем Хоть парень и был в районе дома своих родителей Автомобиль Мэтта Был запечатлен камерой в Линкольне Данная видеозапись наконец убедила следователей в том, что парень говорит правду Мэтт также признал факт того, что он действительно искал оружие в интернете Которое, по его словам, он пообещал дилеру за некоторые услуги Но несмотря на то, что Мэтт якобы очистил свое имя Полиция не спешила его отпускать И пока парень все еще пребывал под арестом Следователи вернулись к поискам загадочной женщины В то время об этом говорили абсолютно все В большинстве своем, разумеется, это были всякие глупости Все прекрасно понимали, что этому не будет конца до тех пор, пока злоумышленник не будет найден Не имея никакой зацепки, полиция решает снова обратиться к человеку Сообщившему им о таинственной незнакомке, якобы посещавшей Миллеров, 28 ноября Следователи штата Мэн несколько раз допрашивали близкого друга семьи И у них ни разу не возникло сомнений в том, что тот говорит правду Несмотря на все старания полицейских загнать Нейта Найтингейла в угол Парень продолжал настаивать на своей правоте Правоохранительные органы хотели наверняка удостовериться, что парень никоим образом не был замешан в этой истории Отчего и предложили ему компромисс А именно, пройти полиграф Полиция успокоила тот факт, что Найт согласился, не задумываясь Более того, парень сказал, что пройдет тест для того, чтобы следователи убедились, что он не имеет ничего общего с этим делом И тогда, наконец, направили свои силы на поиски действительно нужного им человека Итак, 11 декабря Нейт Найтингейл садится за один стол с полиграфологом Вы напали на Миллеров? Нет Говоря это, вы говорите правду? Да, правду Назовите хотя бы одну причину, почему я должен вам верить Потому что это мне бы слишком многого стоило Допрос продлился целых 6 часов Ебать! Все это время Найт упорно отрицал свое отношение к произошедшему По его словам, Миллеры были для него второй семьей Большой Майк относился к нему, как к своему третьему сыну Однако, несмотря на все красивые слова, сказанные Нейтом, была одна существенная проблема Полиграфолог заметил ряд физиологических реакций Которые указывали на несоответствие действительности показаний Я был сломлен, пока не добрался к Миллерам У меня в кармане было всего долларов 10 А спустя еще какое-то время настал момент, когда допрос, видимо, слишком накалился И Нейт Найтингейл сообщил, что хочет нанять адвоката После чего тест был окончен, и парень покинул полицейский участок К сожалению, иногда наши самые страшные опасения Вылезают из темных уголков нашего подсознания И воплощаются в реальность Преступник может скрываться среди наших соседей Бля, 4 минуты осталось ролик Близких друзей или даже родственников Именно это и сделало разгадку тайны дела Миллера Столь болезненной для всех жителей плантации Вебстера Спустя месяц после обнаружения супругов Миллера Близкий друг семьи после теста на полиграфе отправился домой Однако сначала он решил встретиться со своей девушкой Тогда-то он и сообщил ей, что это его рук дело Парень признался, что в случае с Большим Майком произошел несчастный случай Но он понятия не имеет, что случилось с ним после И почему он решил напасть и на Валере Привет, Гоша Плей! После признания девушка немедленно позвонила в полицию И сообщила, что Нейт Найтингейл сознался в саде От девушки парень направился к своей матери и поведал ей аналогичную историю На следующее же утро Найтингейл был задержан Когда преступнику зачитали его права, он наконец рассказал, что же на самом деле произошло в доме Миллеров 28 ноября Я взял револьвер 22-го калибра с целью продать его Я держал его в руках, а Майк смотрел на него Я поставил свой палец на курок, прижал его, пистолет выстрелил, и он упал И по причине, которую я и сам не знаю, то же самое я сделал и с Валери Нейт также привел полицию к месту, где он спрятал бумажник большого Майка Нам позвонили и сказали, что Нейт во всем признался Так что, когда ночью позже к нам приехали детективы, я сразу сказал Звоните в участок, либо садитесь и езжайте туда И расскажите все это моему брату Они сделали это Каждый следователь принес свои извинения Несмотря на свое зафиксированное чистосердечное признание В суде Нейт Найтингел утверждал, что невиновен И что полиция заставила его признать вину, чтобы быстрее закрыть дело Для оставшихся членов семьи Миллера и для всех жителей плантации Вебстера Ожидание вердикта суда присяжных было особенно болезненным А озвученный приговор привел всех в состояние глубокого шока Я помню, как в зал суда вернулись присяжные и зачитали приговор В деле Майка Миллера, бла-бла-бла, невиновен У меня сердце упало в пятки Я не мог сообразить, что происходит Затем прозвучала фраза в деле Валери Миллера Виновен Это вернуло меня на землю Блять В то время, как одни сомневаются в виновности Нейта Найтингейна Другие не верят в его утверждение, что первый выстрел был случайным Знатоки подтвердят, что оружие такого типа не стреляет само по себе Но только три человека знают, что в действительности произошло тем утром на кухне Двое из которых уже никогда не смогут рассказать нам правду Местные жители до сих пор продолжают говорить об этом страшном происшествии Возможно, рано и затянулось Но о данном событии никто не забыл и никогда не забудет Но есть одна вещь, о которой абсолютно все жители плантации Вебстера все же не хотят вспоминать Зло это не какое-то абстрактное нечто, таящееся в темном лесу Это вполне может быть и друг, который заезжает к тебе на кофе субботним утром Это заставляет задуматься о том, действительно ли окружающие люди, твои друзья, а не те, кто собирается использовать тебя в своих интересах Или и того хуже Что ж, на этом все Подписывайтесь на... Бля, чат Несмотря на то, что ролик прошел достаточно бодро 30 минут он идет Посмотрелся он вообще нормас Но дело говно Жалко, конечно, что убили людей Но все как-то предсказуемо и супер просто Поэтому... Поэтому... Поэтому чат... Канал... Такое...